Продолжение следует... Следовал за периодом Первой мировой войны, революции, войн между вновь образовавшимися государствами. И все это влекло масштабное перемещение множества лиц, не только в географическом пространстве, но и в пространстве социальном. Достаточно примера Юргиса Бутрушайписа, поэта и переводчика, который стал дипломатическим представителем литовского государства. Государство, само название которого еще не устоялось. Преамбуле мирного договора между Россией и Литвой 1920 года. Это государство именуется Литовско-демократической республикой. Времени таких радикальных социальных трансформаций, образования новых государств, формирования новых обществ, соответствует феномен преодоления границ, сословий, наций, языков. Но неизбежная в социальных и политических трансформациях смена социальных ролей в каком-то смысле аналогично актерскому перевоплощению. Ее дополняет и в некотором смысле смена декораций. Я не хочу при этом подвергать сомнению всю серьезность и глубину государственного строительства. Но все-таки что-то театральное в этом есть. И, между прочим, учредительный сейм в 1920 году проходил в здании Каунерского городского театра, что тоже по-своему симптоматично. То и другое несут в себе какое-то подобие театрального начала. А вот, собственно, театральное начало полнее всего выражено, конечно, в самом театре и в окололитературной среде. Здесь особенно ярко проявлена проницаемость границ сословий, наций, языков. И труппа, и аудитория публичного театра нового времени состоит из представителей разных сословий, профессий, этнических групп. Развитие театра и драматургии межвоенной Литвы исследовано и особенно кажется именно литовскими исследователями в мере близкой к исчерпанности. Среди прочего в работах литовских исследователей очень полное и освещено участие в становлении государственного театра в Каунасе. А он совмещал в себе и театр оперы и балета, и драматический театр. Так вот, участие в становлении и балетной, и оперной труппы, и в деятельности драматической труппы, участие артистов балета, балетмейстеров, оперных певцов, режиссеров из русских эмигрантов, включая и недолгую, но оставившую очень яркое впечатление деятельность Михаила Чехова, меньше обращалось внимания на участие в театральных постановках, особенно в 20-е годы. Других актеров, певцов, балетмейстеров не со столь громкими именами. Например, в подробностях изучена легендарная премьера Травиаты. Это 31 декабря 2020 года. Этот день считается началом профессионального оперного театра в Литвы, днем рождения современного литовского театра оперы и балета. Травиатов 80-летий до 2001 года ежегодно ставил искану Нового года. Ну и позднее, вот в наши дни еще возвращаются с некоторыми перерывами, премьера готовилась в спешке, и Ольга Ильинская, старшая сестра известного советского актера, отказалась ставить балетные номера, и в роли балетмейстера выступил исполнитель партии актерида Кипрос-Петравскас. Последовавшие постановки, конечно, меньше внимания привлекали. Например, в 1923 году балетмейстером оказалась Ольга Дубинецкая в «Девичестве шведов». Уроженка Петербурга, и в Литву она прибыла с мужем архитектором и художником театра Владимиром Дубинецким, о котором нужно было бы отдельный доклад читать, и нисколько не сомневаюсь, что какие-то невнятные сведения о его происхождении, с какими-то литовскими корнями, будто бы он родился в Вильнесе, это не более чем обычная в ту пору такая вот мистификация, произведенная ради того, чтобы выбраться в Литву и получить литовское гражданство. Так вот, Ольга Дубинецкая в 1921 году организовала первую в Литве балетную студию и пять лет руководила ей. В той же самой постановке 1923 года роль партии «Виолетты» исполняла Ксения Квашнина-Самарина, жена уроженца Вильнюса, это вот уже реальный уроженец Вильнюса, зоотехник, геолог и минералог Николай Квашнин-Самарин, он получил образование в Петербурге и вот был одним из тех преподавателей с начала Литовского университета, который с 30-го года стал университетом Витаса-Велитова, работал на факультете математических и естественных наук. Партию Гастона в этой премьерной дровиате пел Винцес Мартынкус, а в постановке 1923 года эту партию исполнял Иван Прозоров, видный деятель старообрядчества Литвы, уроженец Каунаша. И некоторое время, в 1921-1923 годах, он был солистом оперного театра. Что касается Ольги Ильинской, с 30-го года она уже в печати, в документах встречается, как Ильинскайте Менталчине по мужу, то она приехала в Литву в конце 19-го года, принимал участие, например, в феврале 1921 года был организован, создан такой еврейский театр, миниатюр «Летучая мышь». Тем, кто занимается русской эмиграцией, известно, что повсеместно в русском зарубежье создавались такие кабаре, вот «Летучая мышь», «Синяя птица», по известным образцам Никиты Балиева. В 1922 году она участвовала в различного рода сборных развлекательных программах, например, в ресторане городского сада Литвого театра. В 1923 году открыла, как иногда для солидности называют, частную балетную школу. На самом деле это были курсы, с одной стороны, балета и пластики, а с другой стороны, танца. В программе были танго, полька, вальс и тому подобные танцы, очевидно рассчитанные на быстро образовавшийся довольно плотный, крупный слой государственных служащих. Позднее вела детскую балетную студию. Вот в это время, особенно в 1920-е годы, практически все, наверное, 1920-е годы, практически не существовало границ между профессиональными актерами, и певцами, и любителями, и певцами, и актерами, получившими некоторую подготовку на различных курсах, в школах, в студиях. Бывало, что профессиональный опыт исчерпывался опытом любительских постановок. Тут надо напомнить, что премьерную травиату тоже готовила и ставила «Литовское общество дворцов искусства», не очень по-русски красиво звучит, «Литовий мяну Курею Драугия». Ну, тоже там, ну вот, и тех, кого можно было бы назвать и профессионалами, и любителями. И это совершенно в духе предшествующего доклада, что исследовало бы напомнить вот эту цитату из Софьи Кемантайте Чурлионене, что кого тут называть интеллигентой, и в этом же смысле можно было бы назвать, а кого тут называть профессиональным актером. Так вот, то, что получалось, в 1922 году стало государственным театром. При этом режиссером травиаты был уроженец Юрбаркаса Константин Глинский, русский печатник Константин Глинский. Он учился в театральной школе при театре Литературно-художественного общества в Петербурге и был актером этого театра. В 1920-1922 году он стал уже актером и режиссером спектаклей вот этого общества, из которого и вырос государственный театр, и там некоторые были актером и режиссером, но в то же время буквально параллельно. Он ставил, например, спектакль «Товарищество русских сценических деятелей. Возрождение». Пьеса Льва Урванцева, Вера Мирцева, популярная пьеса. Вот это «Возрождение» называлось также русским драматическим кружком или театральному обществу. В вечерах такого «Товарищества русских сценических деятелей Возрождения» принимали участие и некоторые солисты государственного театра, например, Ханон Сульгин или Анастасия Веревкина. И тогда же, в 1923 году, на одном из таких вечеров выступил, и как его представили, актер литовской драмы, кстати, «Пилка», прочел несколько стихотворений графа Алексея Толстого. Его очень тепло принимали и бессировали. А «Пилка» надо сказать, что уроженец Петербурга. Ну и для ориентации надо было бы сказать, что в Российской империи самые литовские города были Петербург и Рига. И уже потом следовали некоторые города в Медвине до Первой мировой войны. «Пилка» в 19-21 годах обучался в театральном училище при Александринском театре. С 1921 года играл в драматической труппе литовского общества творцов искусства и потом и стал актером государственного театра. Ну и на таких вечерах играли актеры, которые долгое время выступали в русских спектаклях, довольно непостоянные по составу самодеятельной труппы. Некоторые из них позднее стали актерами Калновского театра «Русской драмы». Вскоре возрождение было преобразовано в общество любителей изящных искусств. И примечательно, что кандидатом в члены правления общества была избрана Вера Сотникова. Она, у нее довольно туманная, как следует мне не изучена биография раннего ее периода. Вроде бы она в Петербурге занималась балетом, повредила ногу, не смогла сделать карьеру балерины. А в Каунасе она принимала некоторое время, все-таки как балерина, как танцовщица. Принимала участие в сборных кабаретных вечерах русских и еврейских актеров и певцов. Позднее преподавала сценическое движение актерам государственного театра. В конце 20-х годов преподавала ритмику актерам еврейско-театральной студии. А пластику тем же самым актерам преподавала Ольга Шведа-Дубинецкина. После развода с архитектором Дубинецким она вышла замуж за художника Театра Соколпокоса и стала Дубинецкими колпокими. Сотникова общалась с Мстиславом Добужинским, с папе Сарами, упомянутыми в предыдущем докладе, Львом Корсавиным, с Василием Тизиманом. Через Тизимана Сотникова познакомилась с его племянником Генри Парландом, ныне культовым финским поэтом и прозаиком, писавшим на шведском. Родители, стремясь его спасти от богемной жизни с неизбежными пороками, чудовищными долгами, отправили Парланда к дяде Каунас, к Василию Сизиману, где он служил секретарем в святском консульте. Парланд был очень близок к Сотникову и можно предполагать, что он ей обязан, обнаруживаемым в его наследии влиянием русско-модернистской литературы. В Сотниковой познакомился и Генрика Сраданска в начале 30-х годов, и она стала его женой, и с ним последовала в эмиграцию. Ну и много еще таких вот примеров можно привести вот такого участия русских по происхождению или причастных к русско-театральной культуре, профессиональных и любителей участников, и в некотором роде причастных и к такой профессиональной театральной деятельности жизни Литвы, и вот к этой, ну вот, такой вот среде полупрофессиональной, полулюбительской. Можно там вспомнить, например, концерт-бал «Общество любителей изящных искусств», в каковое было переименовано предыдущее общество возрождения. В театре Тильманс состоялся этот концерт-бал, где вот уже названный Шульгин пел, бас Государственного театра Пятра Солика выступил, Пилка с декламацией, Ильинская с японским танцем, в программе была сцена из Достоевского «Из идиота», в роли Мышкина выступил Александр Черепов, и в роли Рогожина Владимир Бастунов. Черепов уроженец Щавля играл в Московском театре «Эрмитаж», в различных тропах, в 1924 году открыл в Риге театральную школу, и потом был актером театра русской драмы в Риге. Настоящая фамилия Бастунова – Корчинский. Он родился в семье священника, позднее протеерея Иоанна Корчинского, который после различных перипетий стал в конце концов военным капелланом литовской армии, православным капелланом литовской армии. А его сын тоже после довольно замысловатой театральной траектории поиграл в театрах Гродно, Вильна уже, в ту эпоху перехода Вильнаса из одних рук в другие. Оказался на Ковенской сцене впервые в 1921 году, и некоторое время поиграл там. Потом здесь он выступал, между прочим, и вместе с Трактенбергом, Анатолием Трактенбергом, и с «Ватой жемчужиной», которые уже успели отметиться на сценах Нарвы, Таллина и Риги. Ну а затем Бастунов мелькнул и в Риге, и в Таллине, и в Тарту, и в Праге, пока не оказался в прагской группе Московского художественного театра. И с счастью, этой труппы приехал в 1933 году в Каунас, и там было создано новое такое образование труппа при обществе культуры и жизни. Это общество было создано незадолго до этого, весной, летом появилась эта труппа, куда вошли такие известные актеры, как Григорий Хмара, одно время Михаил Чехов участвовал в первых постановках, Вера Соловьева, жена Андрюса Олики Жилинскаса, Мария Жданова. Ну, некоторые из этих актеров недолго в Каунасе оставались, в эту труппу еще влились Холмский и Ольга Кузьмина. Ольга Кузьмина, жена литовского актера, режиссера и драматурга Бориса Садоку-Ветиса, и с собой усилила эту группу. А Холмский под этим сценическим именем выступал отставной офицер Александр Успенский, автор мемуарных книг «На войне. Восточная Пруссия, Литва» и в плену воспоминания офицера, были и литовские переводы. Он не был профессиональным актером, но служил богам сцены с 1896 года. Эта труппа – довольно яркий эпизод в этой русской театральной жизни. Кажется, не только Каунас, но и Литвы, потому что эта труппа поставила до 1939 года до сотни спектаклей, и не только в Каунасе. Но это уже была бы отдельная история, и я хотел бы еще оставить время для каких-то замечаний и вопросов. Если позволите, Павел Михайлович, вот 1937 год, столетие со дня смерти Пушкина, отмечалось ли оно в Каунасе? Вот в Риге это была традиционная постановка оперы Евгений Онегин. Было ли нечто аналогичное, и на каком языке шла эта опера, если можно? – Я сейчас не готов ответить, но надо сказать, что отмечалось с большим размахом. И вот эта театральная труппа, вот эта самая «Культура и жизнь», она там целый цикл спектаклей, утренников, вот это все устраивало. Так это была такая русская, так сказать, русская сторона этого дела. Но с другой стороны был образован и, можно сказать, такой чуть ли не государственный комитет с участием вот таких вот ведущих в то время, ныне его репутация сильно испорчена, таким деятельным участием в установлении советской власти и все такое прочее. Ну вот Люда Сгира, там целый ряд вот таких вот университетских профессоров, да, там Винца в Криве, Баде Срога, вот такие издавали, издавали работы об этом, и переводы его вышли вот в этот юбилейный год. Но я сейчас не готов, так в памяти у меня нет, поставили ли что-то, наверняка что-то было. Евгения Онегина во всяком случае была, ну, нередкая постановка в этом Каунарском театре, например. Павел Михайлович, спасибо большое за доклад и за ваши работы, такие всегда подробные и с интересной историей. А вопрос у меня простой и сложный одновременно. А как языковая среда вот решалась в этих спектаклях? На каком языке они шли? И как литовский язык жил вот в этой театральной жизни, когда профессионалы русские, актеры? Да, тут тоже есть две стороны. Те вот, те, скажем, русские певцы, певцы русского происхождения, которые пели в операх, они пели политовски. Они, вот я уж не знаю, как они эти арии выучивали, но вот, да, пели политовски. Для той же травиаты, еще для премьеры были изготовлены переводы. Переводы оперы, там, с итальянского, ну, наверное, там, еще там оглядываясь на русские тексты. А вот такие вечера до кабаретного толка со сборными программами, ну, там уже кто как мог, да, в том числе Пилка, например, читал, читал вот монологи из русской драматурги, то, что он хорошо знал, и отрывки из русских поэтов. Он читал на русском, тем более, что публика, ну, это тоже надо себе представлять население Каунаша, там большая доля была еврейского населения с образованием, полученным в русских геннадий. Для них первое время вот некоторые, там, некоторые газеты, можно было бы, то же самое, это Аркадия Бухова, можно было бы с некоторым основанием называть русской еврейской газетой. Ну, судя по тому, как там освещалась еврейская жизнь, судя по по составу редакции, да, вот это вот такая газета ее русской, русско-национальной, да, которую делали бы русские для русских, ну, как-то не назовешь. Так что их эти вечера ну, и называли, вот, ну, вечер для беженцев всех национальностей, но и раз это называли интернациональными вечерами. как-то так. Спасибо. А в таком случае, как в небольших городах, так сказать, не в центральных, театральная жизнь осуществлялась? Спасибо. Ну, вот это, я уже говорил, что это культура и жизнь, скажем, выезжала, там, в Мариамполе, в другие, вот, в Укмерге, там, да, там устраивал концерты, но ровно так же, как, между прочим, когда, в Литвовом, там, где-то, в 24-м году приезжал Акадий Аверченко, он выступил вот и в Каунасе несколько вечеров, но потом уехал в Мариамполе, нашел и там себе аудиторию, да, я думаю, что это, что это примерно та же самая. Ну, надо сказать, что вести другого образования до Первой мировой войны в Литве, кроме как на русском языке, просто не было. Школы, гимназии, на русском языке, и жители Литвы вот такого старшего поколения, ну, как-то, как-то владели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok